У них у всех есть нечто общее. Они успешны. Секреты раскрывать в бизнесе не принято, но поделиться своим опытом они готовы. Если у вас есть полчаса и вы хотите посмотреть на мир и глазами, то присоединяйтесь. Здравствуйте, гость программы сегодня Александр Викулин, генеральный директор Национального бюро кредитных историй. Здравствуйте. Сначала традиционный блиц-опрос, короткие вопросы и короткие ответы. Ваше самое ценное качество как руководителя? Цель и устремленность. Если спортивный болельщик, за кого болеете? За Россию. Во всех международных играх. А вообще не болельщик. Есть любимая книга о бизнесе или книга, которую бы порекомендовали? Мастер и Маргарита. Деньги любите? Нет. Умеете признавать ошибки и извиняться? Думаю, что да. Работать или вести бизнес с друзьями можно или нельзя? Нельзя. Кем вы хотели стать в детстве? Космонавтом. В бизнесе есть разделение на мужчин и женщин? Безусловно. Опишите вашу жизнь в пяти словах. В трех опишу. Учеба, учеба, работа, семья. В четырех получилось. В четырех. Теперь по существу. Первое бюро кредитных историй появилось в России весной 2005 года. Александр Ильич, можете охарактеризовать на сегодняшний момент, чего глобально удалось достичь и какой основной недостаток, к чему мы стремимся в этом секторе? Глобально удалось достичь, во-первых, того, что сейчас ни один кредит не выдается без ознакомления банка или иного кредиттора с кредитной историей. Второе, что сейчас 62 миллиона граждан Российской Федерации имеют кредитные истории только в нашем бюро, а вообще их миллионов 70-75, пожалуй, все. А, и к чему стремимся? Стремимся, чтобы все экономические активы населения имело кредитные истории, и чтобы банки еще больше пользовались услугами бюро кредитных историй. Александр Ильич, из вашего ответа получается, что сколько примерно процентов? Процентов 10-15 у нас в России не имеет кредитную историю? Да, процентов 10. Я так понимаю, это те, кто никогда не брал кредит и не пользовался услугами банков? Да, да. А скажите, пожалуйста, а поскольку бюро кредитных историй – это все-таки коммерческая организация, то я правильно понимаю, что это все равно бизнес, у которого есть доходная часть и расходная? Безусловно. Тогда вопрос такой, а как бы вы охарактеризовали свои задачи как руководителя, и что вообще формирует доходную часть бюро кредитных историй? Доходную часть бюро кредитных историй формируют услуги, которые мы оказываем финансовым организациям, банкам и иным организациям, и услуги, которые мы оказываем физическим лицам. А основная цель на сегодня – это в 2013 году добиться, чтобы доходы бюро составили миллиард рублей. А сейчас они сколько? Вот мы сейчас 13-й год, к концу года мы планируем, что у нас будет чуть больше миллиарда. А до этого тогда какой прирост? А до этого в прошлом году доходы были 624 миллиона. Ну вот вы по-банковски просто отвечаете коротко и ясно в цифрах. А скажите, а это с чем связано? То есть вот именно такой прирост было 600, должно быть миллиард? С тем, что конъюнктура на рынке подталкивает и банки, и физических лиц чаще пользоваться услугами бюро кредитных историй. Как я уже сказал, банк сейчас вообще не выдает кредит, если не увидит кредитную историю. Но в последнее время в десятки раз возросло количество услуг, которые мы оказываем физическим лицам. То есть физические лица сами знакомятся со своими кредитными историями. Я правильно понимаю, что для физических лиц раз в год свою кредитную историю можно получить бесплатно? Абсолютно правильно понимаю. А все остальные запросы, они уже являются коммерческими. Чтобы понимать, ну грубо говоря, объем ваших услуг, можете охарактеризовать? Что за продукты вы предлагаете финансовым учреждениям и физическим лицам? То есть что можно получить в бюро кредитных историй? Ну, во-первых, кредитные отчеты. Кредитные отчеты в документах, которые содержат кредитную историю. Во-вторых, наиболее массовая услуга – это скоринги. Скоринг – это цифровое выражение качества кредитной истории. Причем скорингов у нас около 10 видов разные. Скоринг, который дефолт предсказывает, скоринг, который предсказывает, сколько можно этому человеку давать в кредит. В общем, 10 видов долго очень рассказывать. Затем еще масса разных аналитических продуктов, как по рынку в целом, так и по группе банков, так и по конкретному банку. То, что банку нужно, то мы для него и делаем. Но основные потребители – это все равно именно банки. Ну, сами считайте. У нас сейчас на сегодняшний день 1571 организация финансовая, которая с нами сотрудничает. Из них 800 примерно – это банки. Остальные – это в основном микрофинансовые организации, кредитные кооперативы и иные финансовые организации – лизинговые, страховые и так далее и тому подобное. То есть они, наверное, в большей степени смотрят не только кредитную историю, но и другими услугами пользуются. Например, скоринг, про который вы говорили. Безусловно. А физические лица в основном заказывают кредитную историю или скоринг тоже можно заказать физическому лицу? Можно. Почему же нет? Как раз это очень удобно. Физическое лицо заказывает скоринг, смотрит его и примерно представляет, какими глазами банк на него посмотрит, когда он туда придет непосредственно за кредитом. А какой тогда процент населения Российской Федерации вообще обращается за этими услугами? Мне почему-то кажется, что наша финансовая грамотность не настолько высока, что люди приходят, заказывают в бюро скоринг. Безусловно. Пока это мало. Но услуги физические лица вообще мы начали оказывать в 2008 году только. и там были единицы. Но каждый год это увеличивается примерно в три раза. Сейчас мы ежемесячно выдаем физическим лицам услуг около 50 тысяч. А когда вы говорите о физических лицах предоставления услуг им, это происходит опосредованно через банки или можно напрямую запросить у бюро? То есть как эта логистика происходит? В связи с тем, что бюро обязано один раз в год кредитную историю выдавать бесплатно, мы кредитные отчеты выдаем через наших агентов, которыми могут быть и банки, и не банки, и вообще кто угодно. Насколько я знаю, в банке, когда мы получаем кредитную историю, я имею в виду частные физические лица, мы получаем все равно платно. Безусловно, конечно, платно. Вы же сами сказали, мы все-таки коммерческая организация. Да, и вот как раз коммерческая организация, как раз был следующий вопрос. Давайте охарактеризуем вообще рынок. Как в России выглядит рынок бюро кредитных историй? Сколько их у нас? Всего на сегодняшний день 25 бюро, из которых 21 не имеет никакого значения, очень маленькие, региональные, и про них никто ничего не знает. И четыре крупных бюро. Это на первом месте, естественно, мы, Национальное бюро кредитных историй. Затем идет Эквифакс, бюро, которое создано при банке Хоумкредит. На третьем месте идет Экспириан, бюро, которое создано при Сбербанке Российской Федерации. И на четвертом месте бюро Русский стандарт, созданное при одноименном банке. Можно я на секунду перебью вас? А вот когда банки создают, ну так скажем, коптивное бюро, это не противоречит некому, ну, во-первых, закону о том, что в этом случае банк является выгодоприобретателем, так скажем, во-первых. А во-вторых, а зачем им свои бюро? Это же несколько непрофильная деятельность. Абсолютно с вами согласен. Просто рынок так развивается, в общем-то, везде. На первых этапах, а рынок у нас только 8 лет этот существует, крупные банки, крупные розничные банки, а все, которые я назвал... Да, это розница. Да, это розница. Они не хотят делиться своей информацией с другими банками. Именно в силу того, чтобы сохранить свою... Клиентскую базу. ...конкурентные позиции. Вот. Наше бюро, в отличие от них от всех, создана группой банков. Изначально их было 30 акционеров у меня. Сейчас стало чуть-чуть меньше. 28 акционеров. Все банки. И поэтому вот наше бюро, в отличие от всех остальных, созданное банками для всех других банков. И поэтому мы всегда на первом месте. И они выдержат нас всегда догонять. Даже несмотря на то, что мы все знаем, что такое Сбербанк, как я раньше упомянул, он пока всего лишь только на третьем месте. Ну, я так понимаю, что там задача у их бюро просто обслуживание интересов Сбербанка. И никакая более другая. У вас все-таки, я так понимаю, это в большей степени бизнес и предоставление услуг на рынке. Да, но они пытаются последние два года выйти на весь рынок. Но, как я уже сказал, у них это не вполне получается. А на чем вообще строится конкуренция среди кредитных бюро? Количество информации и качество представляемых услуг. Все как везде, примерно. Ну, то есть, например, у вас количество информации больше, потому что вы работаете с большим диапазоном банков. И не банков тоже. Да, у нас информации больше, чем у всех. 62 миллиона граждан Российской Федерации имеют кредит в истории только в нашем бюро. Эти граждане имеют примерно 110 миллионов кредитов. Ну, и услуг по количеству мы оказываем ежемесячно больше, чем все остальные вместе взятые. Эти четыре, я имею в виду. Эти три. Я вас поняла. А вот вы как бюро чувствуете конкуренцию среди коллег? Или... Еще как, в связи с тем, что они вынуждены нас догонять, они, некоторые из них, занимаются откровенным демпингом. То есть, то, что нужно продавать за 10 рублей, они продают за 10 копеек. С этим трудно бороться, но мы боремся. Ну, я так понимаю, что это касается, скорее, дополнительных услуг, не непосредственно. Да нет, нет, нет. Это касается и самой информации тоже, да? Да, да, да. Именно. Так, и тогда, каким образом вы думаете наращивать свою долю на рынке? Улучшением качества услуг. То есть, не снижение цены? Нет. А у нас, кстати, кредитные отчеты самые дешевые в мире. Даже не в Европе, даже не в Америке, а в мире. Именно потому, что мы в 2005 году сначала мы сделали линейку по совету наших американских партнеров. Там где-то кредитная история стоила, если в долларах, от доллара до полутора. А потом мы подумали-подумали и снизили эту цену в 2,5 раза. И теперь, а за нами все потом потянулись. А теперь у нас кредитная история в России самая дешевая в мире. Чему наши российские банки совершенно рады. Тогда продолжим после перерыва. Вы смотрите «Бизнес по существу». Гость программы сегодня Александр Геккулин, генеральный директор Национального бюро кредитных историй. Александр Юрьевич, вот вы сказали, что одно из конкурентных преимуществ – это объем информации. Но мы в России знаем, что, к сожалению, объем информации, это мы знаем и по сотовым операторам, он у нас имеет свойство уходить из закрепленных источников. Как обстоят дела у Национального бюро кредитных историй именно с сохранностью информации? Тут вопрос очень простой. Если, например, сегодня наша база данных или какая-либо ее часть, даже самая маленькая, окажется где-нибудь на рынке, то завтра нам придет закрыть организацию. Потому что основное в нашей деятельности – это доверие к нам финансовой организации. Они не должны бояться представлять нам информацию. Поэтому изначально мы строили системы защиты информации, опираясь на межурный опыт. Одним из акционеров нашей компании является мировое кредитное бюро «Американская Трансъюнин». И вторым акционером нашей компании из 28 является итальянское кредитное бюро «Криф», которое называется. Так вот, наши системы информации изначально были построены по последним современным технологиям. Поэтому за все время существования всех кредитных бюро в Российской Федерации ни разу выплеска на какие-либо ненужные рынки не было. То есть вы хотите сказать, что невозможно эту информацию получить на внешнем рынке, а кроме того невозможно эту информацию исказить? На самом деле, вот так прям, что невозможно, я не буду говорить, я лучше скажу, не имеет смысла. У нас вот, помните, я сказал, 1570 организаций, которые с нами взаимодействуют. Причем это покупают за нормальные, обычные деньги. То есть можно легально получить, не имеет смысла городить огород. Вот что я хочу сказать. А с точки зрения потребителей, как вы считаете, для них интерес к этим продуктам, он растет? Все зависит от конъюнктуры рынка. Когда в 2008 году был кризис, услуги, некоторые банки вообще прекратили кредитование. Соответственно, у нас количество запросов ежемесячное упало. И потом, по мере восстановления рынка, количество запросов растет. Например, в прошлом году ежемесячно мы выдавали по 6 миллионов, там где 5, где 7, где 8. Но если все сложить, поделить, то получится 6 миллионов в месяц. В этом году мы выдаем уже 10 миллионов. Это связано, опять же, с конъюнктурой рынка. Банки, во-первых, более тщательно оценивают свои кредитные риски. Поэтому запрашивают не только по каждому, кто к ним приходит, но и делают мониторинг. То есть запрашивающие тех, кто у них обслуживается какое-то время. Чтобы знать, взял ли он кредит в другом банке, погасил ли его и так далее и тому подобное. Вот если поговорить о рынке потребокредитования в России, Центробанк, говоря о том, что темпы роста потребокредитования большие, вводил меры о дополнительном резервировании, об увеличении резервирования по необеспеченным займам. Ну и кроме того, у нас есть политика ужесточения, регулирования именно потребокредитования. Как вы считаете, темпы роста этого рынка будут снижаться? Нет, мы так не думаем. Темпы роста потребительского кредитования снижаться не будут. Да, действительно, Банк России уже где-то полгода обеспокоен ростом рынка без залогов потребительского кредитования. Вводят какие-то новые нормативы. Но, еще раз говорю, банки в ответ на это более тщательно подходят к оценке каждого кредитора. Соответственно, кому можно выдавать, выдают кредиты, кому можно выдавать, выдают под более низкий процент, кому нельзя, не выдают. То есть вы считаете, что в связи с этим банки активнее, ну так скажем, изучают, более трепетно относятся к своим клиентам, к кредитному портфелю? Да. Что очень хорошо для Бюро кредитных историй. Ну да, это увеличивает объем работы. Еще вопрос по поводу регулирования этого рынка. Было, по-моему, предложение по поводу того, чтобы другие организации, в том числе коммунальные службы, предприятия, которым платит население за оказанные услуги, предоставляли информацию в Бюро кредитных историй, чтобы оценить платежеспособность потенциального клиента. Это как-то формализовалось? Нет, пока это не формализовалось, пока это существует на уровне законопроекта, который будет, по нашей информации, приниматься в осеннюю сессию. А как вы вообще относитесь к этой инициативе? Это необходимо, вы считаете? Все, что поможет банку лучше оценить платежную дисциплину заемщика, все это идет в плюс и, конечно, поможет. Поэтому мы оцениваем исключительно положительно. А какие еще дополнительные источники информации вам были бы интересны с точки зрения партнеров для предоставления? Я понял. Нам интересно все, что интересно банкам. Вот, например, банкам чрезвычайно интересно и нужно подтверждать доход заемщика. Но ни пенсионный фонд, ни налоговая служба пока категорически не решают им этого делать. Поэтому нам, как и банкам, было бы интересно, чтобы человек, придя в банк, подписывал согласие не только на получение кредитной истории и представление информации в бюро кредитной истории, но и проверку его дохода в налоговой службе или в пенсионном фонде. А какой основной аргумент налоговых органов? Да до смешного доходят. Пишем им туда письмо. Потому что сейчас по закону, по действующему органу государственного басти вправе представлять нам информацию, но не обязаны. А вот раз они не обязаны, значит, им это не нужно. Пишем туда письмо. Поэтому, уважаемый министр, мы по неоднократным требованиям банковского сообщества хотим с вами организовать информационный обмен, посвященный тому тому табуто. Весь информационный обмен будет существоваться исключительно, как требует налоговый кодекс, исключительно с согласия с подписчиком налогоплательщика. Поэтому просим ответ. Информационный обмен не может быть налажен, потому что, соответственно, налоговым кодексом такой обмен может существовать только с согласия налогоплательщика. Вот как это оценить? То есть не хотят пока. Пока их не заставить, ничего не будет. Но мы положительно оценим перспективы. Рано или поздно мы этого добьемся. У нас есть последний пример. Тут как-то недавно Банк России, озаботившись ростом беззалогового патриотического кредитования, захотел, чтобы в новой версии закона он имел право получать кредитные отчеты. Причем бесплатно. А зачем? А чтобы анализировать как всю банковскую систему, кредитный портфель всей системы, так и кредитные портфели отдельных банков, чтобы более четко представлять все, что ему нужно. Ну мы в соответствии с Конституцией Российской Федерации, с гражданским законодательством в нескольких местах очень громко сказали, что услуги у нас в России представляться даже органам государственной власти бесплатно не могут. Вот. Потом это база данных, это наше имущество. Забирать у нас просто так имущество тоже, в общем-то, по конституции нельзя. Да. Нас услышали и спасли не весь законопроекта. Это право Банка России исключили. Чем мы рады. Александр Ильич, а скажите, а что вы считаете, ну может быть, риском развития вот этой отрасли индустрии в России? Есть такие? Что могло бы, ну там, я не знаю, как это негативно повлиять на дальнейшее развитие? Или все так чудесно? Ну как, в России живем. Вдруг, не знаю, придут коммунисты к власти и социализм опять начнут строить. Соответственно, пока существует рынок, мы будем себя чувствовать хорошо. Вот если у нас рынка и кредитования не будет, тогда и бюро станут не нужны. Ну я надеюсь, у нас кредитование останется. Я тоже так думаю. Тогда последний вопрос к вам. Скажите, интервью кого из коллег, из бизнесменов, из банкиров вы бы с удовольствием посмотрели? Ну если из банкиров, то нового представителя центрального банка я бы с удовольствием послушал. Эльвиру Набиулину. Спасибо вам большое, что вы нашли время и пришли. Вам спасибо. Гостем программы был Александр Викулин, генеральный директор Национального бюро кредитных историй. Пересмотреть и перечитать его интервью можно также на нашем сайте www.posuществu.ru Удачи вам и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин